Привет! Многие успешные и не очень успешные в прошлом люди задавали себе и задают вопрос Почему я стал бедным? Конечно на бедность и нищету влияет много факторов, абсолютно много Но один из факторов это обстановка вокруг вас, вокруг вашего дома Некоторые вещи могут негативно влиять полностью на все ваше жилище И препятствовать проникновению сюда положительной денежной и другой энергии Также некоторые вещи и факторы могут просто вытеснять эту денежную энергию и энергию удачи из вашей жизни Она у вас была и она от вас ушла Итак, что же это за вещи, которые могут убрать и забрать от вас удачу и закрыть ваш денежный канал? Ну и если вам нравится мое рвение, помочь людям быть богатыми и счастливыми Поставьте мне сейчас лайк и давайте я все вам расскажу Первая вещь это матрасы Это матрасы, это диваны, это кресла и потом уже идет другая антикварная мебель На первом месте идут кровати и матрасы Никогда не покупайте бэушный матрас Первое Многие люди, которые умирают, их родственники продают потом эти матрасы Умирают не только бедные люди, которые имеют вот такой матрас за 100 долларов А умирают и богатые люди Они спят на дорогих матрасах, на дорогих кроватях, на кожаных диванах их ложат и так далее В этих матрасах, в этих диванах концентрируется очень сильная негативная энергия От больного или умершего человека Далее, следующим предметом, который может негативно влиять на всю вашу обстановку, ваше жилище И передавать негативную энергию, негативный какой-то момент Служат картины Особенно в оригинале Итак, картины, на которых изображено страдания, пожары, какие-то другие бедствия, что-то подобное Нужно с осторожностью покупать Желательно людям, которые ранимы, как я и сказал, или со слабым биополем Такие картины вообще не покупать И не приносить в свой дом А покупать только положительные картины Картины с положительным сюжетом То же самое касается и фотографий Сейчас очень модно в рамки вкладывать различные фотографии И декорировать интерьер Все то же самое Только все должно быть положительным Далее, следующий момент Это ваши вещи Абсолютно любые вещи Я знаю, что у людей, которые образуют средний класс, много вещей И у меня тоже очень много вещей Примерно раз в полгода, иногда раз в год Я прохожусь по всей квартире И выкидываю все вещи Запомните такую очень сильную фразу Если вы не используете любую вещь Ну, например, вот эту футболку Вот у меня тут куча стеллажей И у меня лежат различные вещи То же самое у вас Если вы не используете любую вещь Даже самую офигенную Которая вам очень когда-то нравилась И вы думаете, что вы вот-вот ее наденете Но вы не используете ее Больше года Смело закрываете глаза И выкидываете эту вещь в мусор Не зря в более богатых странах В Германии, в Америке, где-то еще Люди просто на улицу выставляют вещи Бэушные вещи Что бы это ни было Это диваны, кресла, микроволновки, тостеры Они абсолютно рабочие Но нужен обмен Обмен, обмен Вы выставляете через год, через два Любые свои вещи Носимые выкидываете А технические вещи просто выставляете Чтобы более бедные люди Ими пользовались И тогда происходит Обмен вот этой энергией К вам поступает новая Энергия Счастья Энергия денег И вы убираете из своего дома Что вам не нужно Постоянно происходит обмен энергии Также нельзя захлонять Углы Все в углах должно быть свободно Супер свободно Все это выкидываете Это не должно здесь лежать Естественно там все должно быть вымыто Каждую неделю, две, месяц Проходите по своим всем углам Все вытирайте, все вымывайте Там ничего не должно лежать У меня здесь лежит Потому что у нас уже в третий месяц Страшные снегопады И я не могу например Какие-то коробки от аппаратуры Вынести в гараж Просто у меня завален гараж Аж до половины И я жду пока все растает Чтобы вот это все освободить Такого делать нельзя ни в коем случае Вот и все